Пляжный футбол Футбол на воде, как пляжный волейбол примерно Это ерунда, обычный футбол лучше Я не знаю, что это Футбол на песке, что я не знаю Ворота должны быть, правильно? И под музыку, да, значит? Ну, блядь, варь, красивый Это очень красивый вид спорта, интересный, динамичный Это моя жизнь, это мой сын Это мини-футбол, наверное, да? Нет? Ну, он трудный футбол, считается, очень тяжело играть в него Это прекрасный вид спорта на песке, где акробатические прыжки совмещены с прекрасными футбольными элементами Всем советую, вон, можете посмотреть зрелище Это радость, это улыбки зрителей, это всегда позитив музыка Это тот вид спорта, где мы чемпионы мира Вот такие разные мнения А что мы знаем о пляжном футболе? Площадка 28 на 37 метров Три периода по 12 минут Перерыв между периодами 3 минуты 13 чемпионатов мира из 16 выиграла сборная Бразилии Но на Мундиале в 2011 году бразильцы сложили свои полномочия И были разбиты российской командой, пропустив в финале 12 мячей Пора познакомиться поближе с этим динамично развивающимся видом спорта И для этого нужен хороший пример За кем тянуться? Ориентироваться нужно на лучших А лучшая команда в мире сейчас – сборная России Пляжный футбол достаточно простой вид спорта Достаточно надеть футболку чемпионов мира Да, это сборная России, не удивляйтесь Нацепить шорты Ну и можно выходить на поле и играть Хотя нет, надо еще снять сланцы перед тем, как выходишь на площадку Потому что в пляжный футбол в обуви не играют Начать, пожалуй, следует с площадки, на которой играет футболист Мяч в пляжном футболе, конечно же, отличается от футбольного И цвет у него, посмотрите, какой яркий Достаточно легкий, он гораздо легче футбольного мяча Ну и еще различие – это, конечно же, покрытие Здесь ни трава, ни газон И поэтому, как ни разравнивая песок, как ни делая его ровным Все равно футболисты его взрыхлят на первой же разминке И тогда он не будет катиться по такому покрытию А будет вот так скакать Как выяснилось, песок для нашей национальной команды привозят не совсем обычный Этот песок, понимаете, его к природе нет Они его готовят, но просто так они его тоже не делают Они его делают только для каких-то мероприятий Он, с одной стороны, чистый, с другой стороны, что сейчас фракции составляют в соответствии с всем техническим требованиям Он не пылит, ничего Ну, если бы, наверное, естественный песок можно было довести до такого состояния То, наверное, тоже все были довольны Но, вы сами понимаете, чтобы довести до такого состояния Получается, что его надо обрабатывать Готовится, кстати, российская сборная по пляжному футболу за городом На базе пансионата Идеальный, да, есть поле, гостиница, пансионат, питание Все в рабочем режиме Этого достаточно нам, скажем так Главное, что поле и погода Кстати, во многом развитие пляжного футбола или бичсокера тормозится из-за нежелания многих спортивных чиновников Или просто футбольных людей признать своего младшего брата Как это сделали в FIFA и UEFA Они называют пляжников шоуменами А пляжный футбол – плевками в сторону Те, кто говорит, что пляжный футбол – это плевки в сторону Пусть попробуют по пивку побегать в дождь, в жару, в любую погоду А матч состоится в любую погоду Леша, соберите, пошли, тренироваться В тренировках тоже Далее, наверное, стоит поподробнее остановиться на футбольном инвентаре Форма, как выяснилось ранее, довольно простая и даже обычная А вот мяч – ну а кто, если не вратарь, может рассказать о мяче более подробно? Поскольку игра ведется с игроками босиком, да, босой ногой То верхнее покрытие, оно не жесткое, а немного как не поролон, а такой синтетикой мягкой Для того, чтобы была амортизация и не так отбивало ноги Любой удар может закончиться голом Даже если мяч летит мимо ворот, он может удариться в кочку и полететь в второй ворот Это, наверное, самый главный козырь для зрелищности, для шоу В пляжный футбол играют четверками плюс голкипер Замен – неограниченное количество Игра такая динамичная, заразительная, эмоциональная, что хочется побыстрее на поле и научиться играть Как научиться в него играть? Какие качества должны быть человек? Желание, прежде всего И какие-то минимальные футбольные навыки Желательно еще лишнего веса не было, потому что на песке с лишним весом – это двойная нагрузка Через большой футбол Основу заложить там, а потом приходить на писарку Верить в себя, прежде всего, если есть в голове такая зудит мысль Ничего не должно человека останавливать Тренироваться и работать над собой Какой-то романтизм все-таки должен в человеке присутствовать, играющий в пляжу в футбол Если тебе понравилось, начинай, ставь себе цель и вперед Ну, смотря в каком возрасте приходить Если маленькие дети, пожалуйста, приходите в Соригино Я тренер школы Рублева, научу вас Всем дорога открыта, вид спорта еще развивается у нас Грех не воспользоваться таким предложением И мы отправились на обучение к форварду сборной России Егору Еремееву Который показал, как исполнять штрафные удары и пенальти А также один из самых красивых приемов в пляжном футболе – бисеклету Так называемый 9-нитровый Я исполняю их так Горка делается специфически То есть некоторые футболисты бьют с гладкой Кто-то бьет с большой горки Я делаю горку умеренной такой величины И ставлю ниппелем вверх Я предпочтительно бью Сейчас играет босиком Вот этой частью, внутренней частью подъема Со средней такой силы Делаю средний разбег И при пробитии 9-метрового нужно уже точно знать, какой угол ты будешь бить Но можно и пробить на силу, то есть это Тоже как один из вариантов Вот это хорошо исполнить 9-метровый Вратарю тяжело очень взять такой мяч Очень часто в пляжном футболе Команды оказываются одинаковые по силам И тогда все выступают в дополнительное время А возможно и серия пенальти Но и серия пенальти здесь очень интересная Здесь бьют только до первого промаха Так что любой удар надо реализовывать В общем, первый момент – это удачно подбросить мяч Хорошо, удобно себе Такую траекторию задать, чтобы удобно было сложиться И пробить ножницами Сам удар Нужно оттянуть мысок И чувствовать, то есть спиной к воротам Стоп-твор Попасть, чтобы в ворота Как они играют в этот пляжный футбол? Я весь в песке Весь мокрый Сейчас отмываться надо будет 20 минут в душе На удовольствие вагон Если до медалей и кубков вам далеко А пляжный футбол стал еще более интересен То пора изучить еще несколько нюансов Судей в пляжном футболе четверо Двое обслуживают матч, находясь около боковых линий площадки Есть еще резервный арбитр и хронометрист У судей своя подготовка к турнирам и свои особенности работы Работают другие мышцы Бегаешь по песку в основном, проходят в южных регионах, солнышко То есть надо предельно быть готовым к тому, что будет большая физическая нагрузка Игроки выполняют такие приемы в футболе, где в большом имени не видишь удары через себя Так называемые бисеклеты И соответственно игроки других команд не должны мешать, потому что идет красота футбола Разновидностей футбола достаточно много Классический, мини-футбол, футзал и даже настольный Но только в пляжный футбол играют под музыку А не мешает музыка смотреть пляжный футбол? Нет, наоборот Чем громче, чем лучше Мешает, но это же все для зрителей То, что для зрителей Мы играем для зрителей Футбол вообще в жизни состоит для зрителей Если она бы мешала игрокам, это уже был бы другой вопрос Пляжный волейбол, он необходим с музыкой Потому что если бы это был обычный футбол, музыка бы мешала А пляжный волейбол это не только сам по себе футбол Это еще развлечение Это жаркий сезон И зрители начинают так заводиться То есть поддерживают сильнее И соответственно нас Мне очень нравится Музыка наоборот Это красивое дополнение, динамичное Честно мешает Отвлекает от таких моментов серьезных Надо перекричать ее, чтобы докричаться до партнеров Бывает, что утомляет Что сделать, такие правила Некоторые треки даже вдохновляют на игру Только немедленные Варится потом, после победы Помогает взбодрить Наверное я ее в основном не замечаю Потому что все время в игре Элементы шоу совмещены с футболом Это здорово Ничего не слышу, ни зрителей, ни музыки Не вижу никого, кроме мяча и партнеров своих Не, вообще супер С музыкой лучше Команда считает меня танцором сборной Поэтому к музыке я отношусь положительно На матчах по пляжному футболу Диджей, как на дискотеке Основная составляющая Конечно, можно играть и в тишине Но тогда игра будет лишена какой-то изюминки Дело в том, что пытаешься представить То мероприятие, на котором ты непосредственно будешь работать То есть вот ты стоишь за стойкой То есть за вертушками И ты знаешь примерно, какая будет комбинация И как народ на это будет реагировать Действительно, только под свое настроение Энергетика сумасшедшая идет именно от зрителей Именно от самой команды и, конечно, от игры Когда только зарождался пляжный футбол Чтобы привлечь внимание зрителей Играть приглашали известных футболистов За сборную России выступали Карпин и Мостовой А также Александр Филимонов, ставший чемпионом мира Для него, кстати, многое было в новинку На некоторых этапах Евролиги приходилось ездить В одном автобусе с командой соперника на матчах Во-первых, первое впечатление, что простоше оказалась девушка Во-вторых, когда я первое брала интервью Ну, для него это, да, это был нонсенс Но потом как-то привык уже, свыкся Но на чемпионат мира уже каждая команда ездила на своем автобусе Есть в пляжном футболе и группа поддержки Которые выступают в перерывах игры Конечно, они выступают не только на песке Но танцевать в зале и на песчаной поляне – две большие разницы Намного тяжелее на песке Потому что мы привыкли танцевать на паркете Это жестко, это удобно А тут ноги проваливаются в песок И совершенно неудобно исполнять те танцы, которые мы обычно танцуем на баскетбольной площадке Как вы относитесь к тому, что группа поддержки в перерыве пляшет? Положительно Особенно, если она в хорошей форме находится Только радость всегда Это украшает любое, мне кажется, мероприятие Тем более мы скоро Спокойно абсолютно Начинается игра, я стараюсь отвлекаться от чирлидеров Ребята всегда отслеживают девчонок Как потанцуют, что Какая плохая, какая несимпатичная Идет сразу дискуссия по этому поводу Поэтому все рады, что группа поддержки есть Оказывается, сборная России по пляжному футболу играет для болельщиков Для них на стадионе музыка Для них же выступают и красивые девушки А значит, пора поговорить о зрителях на пляжном футболе Болельщиков ходит достаточно много Забитые мячи, красивые удары, музыка Но есть среди них люди, которые особенно близки футболистам И отчаянно переживают как за всю команду, так и за отдельных игроков Ну да, иногда просят, забьешь голову что-нибудь, покажи Это все девушки любят А их всегда заметно, они с мамой транспаранты Всегда уезжают, плакаты, поддержка И всегда я вижу, и это придает еще больше сил Он знал, что я что-то буду делать Но что это будут именно вот это, плакаты со стихами Все так ярко, он не знал Он был очень доволен Я такой внештатный поэт сборной Иногда даже я ребятам на дни рождения пишу такие личные стихи Сама сочинила этот плакат Ну, какой-то патриотизм должен присутствовать Потому что не только он играет для родины, но и для матери тоже Он только положительный Для него это большой заряд эмоций, энергии Он знает, что я рядом, ему это помогает, я думаю Не вижу никого на трибунах просто в игре и все Лишнее, это как-то не то, что мешает Но у меня есть мяч, мне за ним надо следить Поэтому я не смотрю, что происходит У нас и Илья Леон, капитан Леон сторонников против всяких жен, подруг Егор как бы не всегда за, чтобы я всегда ездила Но когда был чемпионат мира, я ему сразу сказала, что я поеду и ничего ты с этим поделать не можешь Они вообще как-то инкогнито могут пробраться Один раз такое было, это на чемпионат мира на самом деле было И первый раз это было А до этого как-то раз даже не сказала, приехала Первый наш такой серьезный выезд, это был в Равену на чемпионат мира Где мы очень активно поддерживали наших ребят Вот, это, конечно, замечательно Мы выиграли, все было нормально Такой небольшой нагуляй был И в 2012 году сборная России продолжает доказывать свою силу Уже выигран Кубок Европы в закрытых помещениях Выигран один из этапов Евролиги И в Москве российские футболисты добились права выступать на Кубке мира 2013 на далеком Таити А ведь путевых на Мундиаль от Европы было всего 4 При 24 соискателях И через год перед нашей командой снова встанет вопрос Что нужно сделать, чтобы обыграть самих бразильцев? Надо больше хотеть Больше хотеть выиграть И верить в себя, наверное, больше Больше важно то, что ты делаешь, а не то, что делает соперник Важно поверить в себя, и тогда все будет Ну вот мы и выяснили, что пляжный футбол – это не только музыка Не только веселье, не только красивые девчонки и замечательные болельщики Это еще и команда, команда настоящих мужиков Сборная России, которая способна обыграть в финале чемпионата мира даже бразильцев Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова